Хантер Байден снова в центре внимания. Он предстанет в суде Арканзаса под делу об его четырехлетней внебрачной дочери Неви Джоун. Матерью ее является стриптизерша, с которой у Хантера была любовная связь, но он при этом упорно отказывается признавать отцовство. Лишь после проведенного теста ДНК в 2019 году Хантера по суду признали отцом девочки и обязали заплатить 2,5 миллиона долларов в виде алиментов. Впоследствии Хантер отказался выплачивать алименты, называя себя обездоленным художником, без работы и без средств существования. Все семейство Байденов отгородилось от небрачной дочери Хантера и требует не давать ей фамилию Байден. В отместку ее мать теперь снова подала в суд на Хантера, требуя предоставить данные обо всех теневых заработках в Украине и в Китае на десятки миллионов долларов. Ведь Хантер, называя себя обездоленным и несчастным, живет в роскошном поместье в Малибу, ездит на Порше, летает на самолете Air Force One, оплачивает услуги адвокатов, которые берут под 900 долларов за час работы. А картины Хантера уходят с молотка за полмиллиона долларов за штуку, причем еще анонимным покупателям, что выглядит как еще одна коррупционная схема под видом искусства. Одновременно против Хантера заведено расследование о неуплате налогов в штате Делавер. Однако там дело пока не добралось до суда. В любом случае, скандалов вокруг Байдена в преддверии выборов будет предостаточно. Есть в этом своя ирония. Пока демократы пытаются замотать Трампа судебными последствиями, проблемы с законами образуются у самих Байденов, а президентская гонка в США превращается в арену судебно-прокурорских войн. Уолл-стрит готовится к национализации First Republic Bank. Уже в ближайшие дни банк могут принудительно поставить под контроль федерального правительства. Иначе избежать хаотичного банкротства с потери депозитов сотни тысяч американцев не получится. За последний квартал из First Republic вывели под 100 миллиардов долларов, а капитализация банка рухнула на 97% до 1 миллиарда. В дальнейшем его активы по частям могут выкупить другие банки, включая JP Morgan, который уже влил в First Republic 30 миллиардов долларов. Убытки обанкротившегося банка оцениваются в десятки миллиардов долларов, поэтому вряд ли его удастся спасти. Задача ФРС – пытаться не допустить лавинообразной череды банкротств других региональных банков, откуда сейчас американцы массово выводят деньги. Для команды Байдена ситуация осложняется и тем, что они делают ставку на Уолл-стрит, как на тех, кто поможет им удержаться у власти в 2024 году. Демократы просят у крупных банков и хедж-фондов миллиард долларов на предвыборные расходы, лишь бы не допустить возвращения Трампа в Белый дом. Однако рассчитывать на такую масштабную поддержку Уолл-стрит будет проблематичнее, если банковский кризис продолжится до следующего года. А некоторые банки могут и вовсе встать на сторону республиканцев, надеясь, что в таком случае экономика вылезет из стагнации, а финансовый сектор снова пойдет в рост. Пока же сохранять статус-кво становится все сложнее, США грозит рецессия, а еще 200 американских банков – возможное банкротство. Международная турне Рона Ди Сантеса превратилась в некий сумбур. Будучи в Израиле, он устроил пресс-конференцию в Музее толерантности. Там он был вынужден оправдываться за работу в Гуантанамо, после того, как журналисты стали уличать Ди Сантеса в участии в пытках заключенных, которые без решения суда годами там удерживали. В Британии же с Ди Сантесом отказался встречаться Риши Сунак. Ему пришлось провести встречи с консерваторами поменьше и спонсорами Тури, которые с большим одобрением следят за Ди Сантесом. Его же тепло привечает архитектор Брекзита Нейджел Фарадж. В прошлом он поддерживал Трампа, но теперь готов сотрудничать с Ди Сантесом. Своим турне Ди Сантес пытается еще и познакомиться с союзниками США и продвинуть республиканскую повестку во внешней политике. В Японии и Южной Корее он много говорил о борьбе с Китаем, о вооружении Тайваня. В Израиле он поддержал не Таньяху, а в Британии Брекзит. В момент нахождения за границей на Ди Сантеса подали иск в суд от лица Дисней. Компания обвиняет губернатора в политическом давлении. Ведь Ди Сантес лишил Дисней налоговых льгот и даже грозился построить рядом с парком развлечений тюрьму. В последнем опросе Трамп стал уже радикально обходить Ди Сантеса – 62% на 16%. Попытки Ди Сантеса своим турне усилить позиции на «Праймерис» ожидаемо не увенчались успехом. Однако определенная польза ему от этого есть. Ведь он политик еще молодой, Ди Сантесу 44 года, и для него международные контакты в любом случае полезны. Например, с ориентиром на следующий выбор в 1928 году, куда он может уже привести республиканцев эпоху после Трампа. Новый судебный документ показывает, что член Палаты представителей от Калифорнии Нэнси Пелоси как минимум одному мужчине из Иллинойса уплатила 7,5 тысяч долларов урегулирующую сумму после того, как он обвинил бывшего спикера Палаты представителей в нарушении федеральных законов о роботизированных звонках предвыборной кампании. В октябре 2022 года житель Боленбурга, штат Иллинойс по имени Хорхе Рохас подал 13-страничный иск в окружной суд США Северного округа штата Иллинойс, в котором бывший спикер Палаты представителей и ее компании обвинялись в нарушении закона о защите прав потребителей телефонных услуг от 1991 года. Этот закон, который был установлен, применяется не только к звонкам, но и к текстовым сообщениям, налагает ограничения на роботизированные звонки и требует, чтобы операторы телемаркетинга не отправляли их лицам, внесших себя в реестр, не звонить. Но, несмотря на этот закон, сотовые операторы под давлением демократического эстеблишмента игнорировали. Согласно иску, Рохас получил как минимум 21 сообщение от компании Пелоси с ноября 2021 по июль 2022 года, несмотря на то, что ранее, в 2008 году, он был в реестре, чтобы получить уединение от агрессивных и беспокоящих телемаркетинговых звонков. Далее Рохас утверждал в том иске, что он испытывал разочарование и раздражение тем, что тексты представляли собой злонамеренное, небрежное игнорирование его прав. Рохас требовал как минимум 31,5 тысячи долларов в качестве компенсации за ущерб от компании Пелоси, включая 1500 долларов за каждое полученное им текстовое сообщение. В феврале, через несколько месяцев после того, как он подал иск, Рохас отклонил иск против Пелоси. И согласно федеральным данным о финансировании компании, обнародованном в пятницу, снятие иска произошло после того, как Рохас получил платеж в размере 7,5 тысяч долларов с пометкой «Урегулирование» от избирательной компании Пелоси в Конгрессе. Пелоси также подверглась резкой критике в прошлом месяце, когда она была среди тех, кто написал в своем Твиттер комментарии, после того, как окружной прокурор Манхэттена Элвин Брэд предъявил обвинение 45-му президенту Дональду Трампу. Комментарии Пелоси некоторые сравнили с воспоминаниями об Иосифе Сталине и бывшем Советском Союзе. «Большое жюри действовало на основании фактов и законов», написала она. «Никто не стоит выше закона, и каждый имеет право на судебное разбирательство, чтобы доказать свою невиновность». «Надеюсь, бывший президент будет мирно уважать систему, дающую ему это право», — сказала бывший спикер и бывшая третьей по важности лицо в государстве. Но в США никто не обязан доказывать свою невиновность, и озвученный Пелоси безрассудный твит заставил его проверить факты читателей Твиттер, которые добавили контекст. Пелоси ошибочно говорит, что Трамп может доказать свою невиновность в суде. Закон США предполагает невиновность подсудимого с самого начала, и обвинение должно доказать вину для вынесения обвинительного приговора. Презумпция невиновности означает, что любой обвиняемый в уголовном процессе считается невиновным до тех пор, пока его вина не будет доказана. Таким образом, прокурор должен доказать вне разумных сомнений, что лицо совершило преступление, если это лицо было осуждено. До этого должно быть предъявление доказательств по каждому отдельному элементу преступления, говорится в заявлении юридического факультета Корнельского университета. «Право доказывать невиновность — это Америка, а не сталинская Россия», — заявил сенатор-республиканец со штата Миссури Джон Хоули. Большое жюри определило, что существует достаточно доказательств для обвинения Трампа в сокрытии скрытых денежных выплат, сделанных актрисой в порнофильмах «Сторми Дэниел» в 2016 году, хотя эксперты, правоведы выразили сомнение в виновности Трампа. Борьба на праймере с демпартией накаляется. В последнем опросе основной конкурент Байдена Роберт Кеннеди набирает уже 19% в поддержке демократов. А поддержка Байдена среди демократов сократилась до 60%, то есть даже его однопартийцы сомневаются в перспективах 80-летнего президента переизбраться на второй срок. В вопросе Гайлоп рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня в 37%. Это почти самый низкий показатель для президентов США за все время подсчетов с конца Второй мировой войны. Это несмотря на то, что каждый третий рекламный ролик на YouTube призывает голосовать за Байдена, а на роликах с явными провалами Байдена предвзятые фатчекеры пытаются из кожи вон вылезти, но прокричать, что это неправда или хотя бы заблуждение. Не верьте глазам своим, смотрите, как Байден идет довершить начатое. Левые медиа бросились оправдывать когнитивные проблемы Байдена изо всех сил. Особенно в этом отличилась New York Times. Там и вовсе признали, что моноамериканское правительство может работать и без дееспособного президента, поэтому нет ничего страшного, чтобы переизбрать неприходящего в создание Байдена на второй срок. Однако избиратели считают иначе, поэтому и рейтинги Байдена проседают, и появляется раскол в стане демократов. Так что Байден станет первым президентом США со времен Буша-старшего в 1992 году, кому придется столкнуться с серьезной конкуренцией на своих праймерис. Воспользоваться же этим расколом стремится Трамп, который уже придумал новую кличку своему оппоненту — «мошенник Джо». Факс Ньюс пытается определиться с заменой Такеру Карлсону. Пока что выбор пал на молодого комментатора по имени Лоуренс Джонс. Он темнокожий либетарианец, который вел передачи на Факс Ньюс, однако вряд ли ему удастся даже приблизиться по популярности к Такеру. На фоне увольнения Карлсона рейтинги Факс Ньюс рухнули на 50%. При этом резко выросла аудитория второго по аудитории правого телеканала Америки Ньюс Макс. Он еще пока сильно уступает Факс Ньюс, но самые рейтинговые передачи Ньюс Макс уже идут на равных с CNN, который за последние годы растерял немало аудиторий из-за скандалов и ухода многих ведущих. В руководство Ньюс Макс активно зазывает к себе Такера, вряд ли ему смогут там платить по 30 миллионов долларов в год, как на Факс Ньюс. Но Ньюс Макс предлагает Такеру не просто вести передачу, но стать де-факто главным редактором, который будет формировать всю телевизионную сетку канала под себя. Пошли разговоры о возможности участия Карлсона в политике. В команде Трампа беспокоится, что он может открыто поддержать Десантеса на Праймерис и этим помочь его предвыборной кампании, которая сейчас переживает не лучшие времена. Впрочем, сам Такер вряд ли будет куда-то избираться. Ему интереснее влиять на умы общества, чем самому идти на выборы. Такер вполне может создать свое мидиа под личный бренд и, возможно, новый кабельный телеканал. В ином случае он может вещать и на Ньюс Макс, где его продолжают смотреть полмиллиона американцев. Проигравшим же в истории оказывается сам Fox News. Он лишился самого популярного ведущего, а любые попытки Fox News менять редакционную политику в сторону большего центризма приведут лишь к оттоку зрителей к другим правым мидиа. Республиканцы обрушились на Байдена за очередное использование. карточек с подсказками на пресс-конференции. Причем теперь на карточках Байдена пишут уже и вопросы журналистов, которые, очевидно, были заранее согласованы с пресс-службой Белого дома. Это явное нарушение журналистской этики и еще одно доказательство того, что левые мидиа работают в тесной спайке с командой Байдена. Но это может иметь и далеко идущие последствия. Ведь республиканцы уже задаются вопросом, стоит ли им участвовать в дебатах с Байденом, если там вопросы наверняка уже согласованы с демократами. В ходе президентских дебатов 2020 года уже был вопиющий момент, когда одного из ведущих отстранили за то, что он в прошлом сотрудничал с Байденом, а в соцсетях критиковал Трампа. Но и другие ведущие были не лучшие. Они всячески подыгрывали Байдену, называя историю о коррупции Хантера ложными. Хотя после выборов это все подтвердилось. В 2022 году республиканцы уже вышли из состава комиссии по проведению президентских дебатов из-за ее предвзятости. На партийных праймерис дебатов может и не быть. Байден не намерен в них участвовать, считая ниже своего президентского достоинства дебатировать с Робертом Кеннеди. Трамп тоже не хочет дебатов, чтобы не участвовать в перепалке с Десантесом. С учетом всех скандалов есть вероятность, что и основных дебатов Байдена с Трампом тоже не случится. Дебаты кандидатов регулярно проводились с 1976 года, но теперь институт дебатов просто отмирает, как и многое другое в американской политике, которая постепенно дезинтегрируется. Вашингтон сотрясает новый миграционный скандал. На этот раз речь идет о судьбе детей-мигрантов, которых мафия перевозит через границу. Их обычно размещают в центральных временных содержаниях, а затем передают родственникам, так называемым спонсорам США. Но о дальнейшей судьбе этих детей ничего не известно. Сначала президентство Байдена южная граница США столкнулась с масштабным миграционным кризисом. За два года границу пресекли до 5 миллионов нелегалов. Центры содержания мигрантов переполнены, и многие из них вместо депортации просто выпускают на свободу в США. Резко выросло и число детей-мигрантов. За 2021 год и 2022 годы их рассчитывалось под 300 тысяч человек. После переезда к спонсорам США они пропадают. Их заставляют по ночам работать на мафию и нередко используют в индустрии детской проституции. Причем федеральные органы зачастую смотрят сквозь пальцы на эти практики и никак им не мешают. А сейчас же появляются обвинения в том, что федералы могут притворствовать таким мафиозным практикам, в том числе и из-за коррупции, и превращаться в неких посредников этой индустрии по продаже детей-нелегалов из стран Латинской Америки в США. Республиканцы в Конгрессе уже требуют провести отдельное расследование против Байдена по вопросу миграции. Нынешние разоблачения появились для Байдена в самый неудобный момент, сразу после выдвижения на второй срок. И очевидно, что его ждет очень сложная кампания, когда Байдену придется все время лишь оправдываться за неспособность решать усугубляющиеся кризисы в США. Тукер Карлсон записал первый монолог с момента увольнения. Тут же обрушился на корпоративную цензуру в США. Он обвинил мейнстримовые медиа в нежелании проводить серьезные дебаты по действительно важным для Америки темам – войнам, гражданским свободам, демографическим изменениям при зеленой повестке, инфляции, иммиграционном кризисе и фальсификации фактов на выборах. Карлсон обвинил обе политические партии в США виновниками – упадка страны, а саму Америку де-факто однопартийным государством. Однако он пообещал скорейший крах вашингтонского консенсуса, потому что в него никто из американцев уже больше не верит. Сразу после увольнения Карлсона рейтинги Факс Ньюс обрушились. Канал потерял почти 50% своей дневной аудитории. И, может быть, впервые в истории уступит по числу зрителей левому MSNBC. Вряд ли Факс Ньюс удастся найти такого же популярного ведущего на замену Карлсона. Сам же Такер теперь может создать новую площадку для свободной дискуссии по всем неполикорректным темам. При желании он может присоединиться к любому другому правому каналу США – ОАН или The Blaze, или Newsmax. Но популярность Карлсона настолько высока, что ему было бы логичнее запустить собственное медиа под личный бренд, где его уже никто бы не мог уволить. Оставка Карлсона была связана с попыткой Руперта Мюрдека сделать Факс Ньюс более центристским и не позволить своевольным ведущим поддерживать протесты за пересмотр выборов, но приведет это лишь к оттоку зрителей Факс Ньюс на новую площадку Карлсона, где можно будет обсуждать все темы в обход корпоративной цензуры. Последствия этого для США на фоне бурной президентской гонки могут быть самыми непредсказуемыми. Но одно важно – не за средствами массовой информации идут люди, но за отдельно взятыми ведущими и тележурналистами, которые не боятся, несмотря ни на что, говорить правду. Американская экономика резко замедляется. Рост в первом квартале 2023 года составил лишь 1,1%. Это сильно меньше, чем 2,6% по сравнению с концом прошлого года. Прогнозы на следующий квартал тоже нерадужные. Рост обещает быть около нулевым, а экономике США грозит стагнацией. Причинами экономического спада является резкое замедление рынка недвижимости и падение бизнес-активности. Рост ключевых ставок с нуля до 5% не прошел для США без последствий. Компаниям становится все сложнее обслуживать долги, брать новые кредиты, а потребителям покупать жилье и оплачивать ипотеку. Число банкротств малого бизнеса в США уже достигло максимума с начала пандемии. Крупные корпорации и малый бизнес замораживают наим сотрудников и начинают увольнять имеющийся персонал. Один только IT-сектор с начала года сократил более 120 тысяч сотрудников. Финансовые власти США пытаются душить инфляцию высокой ставкой, но при этом не допустить краха экономики. Это становится все сложнее, особенно на фоне нового витка банковского кризиса с возможным банкротством уже четвертого банка – The First Republican Bank. Озабоченность вызывает ситуация с потолком госдолга. Республиканцы в Конгрессе приняли свой проект бюджета, но Белый дом тут же отказался его признавать. У Вашингтона остается месяц, чтобы разрешить бюджетный кризис, иначе угроза технического дефолта США станет вполне реальной. И этот момент вгонит Америку в экономическую рецессию. Но даже если дефолта удастся избежать, нынешняя стагнация на год вперед не сулит ничего хорошего команде Байдена на президентских выборах. За 2022 год военные расходы в мире выросли на 4% до рекордных 2,2 триллиона долларов. Очевидно, причиной стала общая международная нестабильность, война в Украине, кризис вокруг Тайваня и серия новых войн в Африке. Страны Западной и Центральной Европы впервые превысили уровень военных расходов с 1989 года, де-факто вернувшись в состояние новой холодной войны. Однако в целом странам НАТО с трудом давался рост расходов на оборонку, тот в среднем составлял лишь 0,9%. Только семь стран НАТО могли превысить необходимый барьер военных расходов в 2% ВВП. У большинства же появляются сложности с отсутствием денег из-за кризиса и неспособностью быстро нарастить мощности ВПК. Причем в этом году ситуация вряд ли сильно поменяется в лучшую сторону. Из утекших документов Пентагона стало известно, что у Канады и дюжины европейских стран уже не хватает политической воли продвигать милитаристскую повестку. Рекордсменом по росту военных расходов в процентах стала Финляндия из-за заказа 64-х истребителей F-35. Однако в абсолютных цифрах рост военных расходов в мире в основном пришелся на США и Китай. Американский военный бюджет в этом году вплотную приблизится к 900 миллиардам долларов. Именно США стали главным бенефициаром милитаризации мира, экспортировав рекордный объем вооружений на 200 миллионов долларов. Но правда, в этом числе и помощь Украине. Китай же, в свою очередь, планирует потратить на оборонку 230 миллиардов долларов. В Китае активно развивается военный флот и спускается на воду третий авианосец. Ускоряется выпуск истребителей пятого поколения, Чэнгху, Джи-Твени, аналог американских F-22. Пекине вовсю готовится к конкуренции США в Тихом океане, и именно на это противостояние пойдут нынешние рекордные военные бюджеты мира. Предстоящие изменения в пограничной политике США могут усилить мексиканскую систему задержания экономических нелегалов, поскольку уже даже их транзит вызывает проблемы в странах соседних с США. Мексика объявляет кризис. Полиция не справляется с потоками нелегалов. Люди разбивают свои лагеря и живут прямо на улице. Нет санитарных возможностей. Преступность высока. 11 мая в США планируют отменить санитарный указ, известный как раздел 42, который позволял им быстро вернуть мигрантов с южной границы обратно в Мексику. Ожидается, что это приведет к значительному увеличению и без того катастрофически большого числа нелегалов, пытающихся пересечь границу США. Правительство президента Андерса Мануэла Лопеса Абрадора начало увеличивать количество задержаний в 2019 году за незаконное пересечение собственных границ, но тут администрация Байдена теперь оказалась замешанной. Они начали критиковать лидеров стран за это и протестуют против ограничений. В 2022 году в Мексике было задержано более 444 тысяч мигрантов. Это на 44% больше, чем годом ранее. По состоянию на прошлый год Национальный институт миграции, АНМ, управлял 57 центрами содержания под стражей с совместимостью более 6800 человек. Люди продолжают пребывать поездами, самолетами, наземным транспортом, пешим ходом. Это очень сложная ситуация, особенно сейчас. Каждый день пребывают мигранты, каждый день это новая реальность для нас. Приюты, которые с каждым днем сталкиваются с новыми проблемами, их не хватает. С каждым днем все больше людей. Ситуация уже больше напоминает хаос. Байден диктует латинским странам, что они просто обязаны пропускать нелегалов США, невзирая на все кризисы. Интересно, когда же горшочек насытится? При каких обстоятельствах количество экономических нелегалов достигнет такого уровня, когда демократы скажут, все, хватит. Призыв Национальной гвардии по наведению порядка в лагерях бездомных, в Сан-Франциско, например, были вызваны после того, как губернатор Калифорнии Говиньюсом не смог выйти из дома из-за атак наркоманов. Видимо, когда в Вашингтоне из Белого дома не сможет выехать кортеж Байдена, демократы начнут голосить о разрушении комфортного экономического и безопасного уровня жизни, который складывался столетиями. Но пока разрыв между уровнем жизни обычных американцев и элитой похож на пропасть, похоже, понимания не будет. Команда Байдена усиленно навязывает зеленую повестку. Экологическое агентство США резко ужесточит требования к производству машин с двигателями внутреннего сгорания. Задача – вынуждать американских автопроизводителей постепенно переходить на запуск одних электромобилей. Демократы стремятся к тому, чтобы к середине 2030-х годов две трети всех новых продаваемых машин в США были электрическими. Это станет настоящей революцией, по их мнению. Ведь сейчас на электромобили приходится лишь 5% автомобильного рынка в США. Заставить население пересесть на электромобили, которые ощутимо дороже, можно только с запретительными мерами. И левые штаты уже пошли по этому пути. Например, Калифорния, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Орегон и Вашингтон будут попросту запрещать продажу новых машин с двигателями внутреннего сгорания после 2035 года. Но на пути зеленого перехода американского общества встает геополитика. Ведь 80% мирового рынка солнечных панелей и батарей контролирует Китай, с кем у США только ухудшаются отношения. Большая часть машин Тесла также производится в Поднебесной. И в случае конфликта в Тихом океане рынок зеленых технологий, как и многое другое, попросту рухнет. В свою очередь республиканские штаты обещают судиться с Байденом, требуя не лишать потребителей недорогих машин с ДВС. И республиканцы наверняка поставят этот вопрос, как и всю стратегию борьбы с зеленой повесткой на президентских выборах. Но как бы выборы ни прошли, раскол США вокруг зеленой идеологии в любом случае будет усиливаться. Активисты за права афроамериканцев Калифорнии назвали желанный размер трат на выплату репараций. По их оценкам, он должен быть не меньше 800 миллиардов долларов. Специальный комитет по репарациям, созданный в Калифорнии, нынче пытается подсчитать общую стоимость компенсации за все годы рабства, угнетения и сегрегации. К курьезности добавляет тот факт, что в истории Калифорнии, как штата США, рабства, как такового не было. А зато здесь самый зашквальный уровень леваков, превративший некогда республиканский цветущий штат в помойку. Правда, проблема состоит в том, что цифра в 800 миллиардов долларов в два с половиной раза превышает ежегодный бюджет всей Калифорнии. Возникает логичный вопрос, откуда взять деньги? Ситуация усугубляется тем, что сейчас в Калифорнии из-за схлопывания IT-пузыря дела обстоят не лучшим образом, и бюджет штата впервые за долгое время станет дефицитным. Вспыхнули споры вокруг того, кому стоит платить репарации? Только потомкам рабов или всем чернокожим? Тогда обидятся испаноязычные, которые тоже хотят репараций. А будет ли компенсация азиатам за интегрирование во время Второй мировой войны? На этом фоне Белый дом начал собирать сведения о том, кто является потомками рабов США. Впрочем, никаких доказательств предоставления не понадобится, потому что стоит ли ждать, что называющую себя потомками рабов в переписи населения наберется неприлично много? Очевидно, что рано или поздно вопрос выплаты репараций станет общенациональным. В этом случае суммарный объем выплат точно станет астрономическим. Он уже пойдет на многие триллионы долларов. И тогда перед Вашингтоном станет нетривиальная задача, как залить столько денег в экономику, избежав витка гиперинфляции. Субтитры создавал DimaTorzok Друзья, каждый день мы выходим в Сан-Франциско в Сан-Франциско в эфир, чтобы держать руку на пульсе политических событий. Нас всех пытаются лишить этой возможности, блокируя наши каналы, используя теневые баны, не давая продвигать и монетизировать наш контент. В этой ситуации наше существование зависит только от Вас. Отправьте финансовую помощь нашему каналу через PayPal или Zelle. Также можете использовать суперчат и подписывайтесь на наш канал в YouTube. Давайте вместе бороться за наше будущее! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok